Фонд Александра Фельдмана с момента своего основания работает с подрастающим поколением, с детьми, с молодежью. Огромное количество программ было реализовано за это время. Позиция основателя фонда в том, что работая с подрастающим поколением, мы изменяем свое будущее. Сегодня этот проект – это новое наше направление. Мы работаем с детьми из семей, попавших в сложные социальные условия. Есть несколько таких центров в Харькове реализовано, мы с ними взаимодействуем. Чем интересен этот проект, то что здесь будут работать профессиональные психологи, терапевты, коррекционные педагоги. Они будут помогать детям справиться с теми проблемами в обучении, восприятии, с эмоциональными проблемами, которые так или иначе появились в их жизни. Они помогут детям адаптироваться к новой среде, помогут детям в полной мере ощутить все те реабилитационные среды, которые есть на территории парка. Это вода, воздух, земля, животные, растения, хорошая атмосфера, настроение, солнце. Многолетнее уже существование центра, помимо всего прочего, характеризуется тем, что мы наращиваем и возможности центра в смысле новых методов, методик. И расширяем спектр детишек, которые включаются в программы центра. Наша вот такая концепция, то, что опять-таки эти детишки прежде всего имеют глубокую психологическую травму. И тот принцип, который в экопарке разработан, принцип эко-подхода, эко-терапии, эко-психологии, эко-консультирования, эко-реабилитации, для них применим как ни для кого другого, потому что погружение их из жесткого, жестокого, урбанизированного мира, закованного в бетон, в асфальт, наполненное проблемами суровыми, взрослыми. Поддерживает все время в них это вот чувство психологической неустроенности, тревоги жизненные и так далее. И здесь природные условия, игровые моменты, моменты интерактивного участия в сказочном процессе, помещение их в тот мир, который наполнен нашими и к тому же энтузиастами и квалифицированными работниками, создают все условия для того, чтобы они буквально за короткое время преобразились и психологически приобрели чувство уверенности, которое там у них было потеряно, чувство перспективы. И мы надеемся, что отработав эту вот короткую программу, мы первое будем в дальнейшем ее продолжать, и второе, она послужит моделью, в том числе и обучающей моделью, для того, чтобы распространить ее, по крайней мере, элементы в другие регионы Украины. Мы именно работаем с детьми, которые в социальном плане являются обделенными. То есть нет недостатка внимания, в первую очередь, родителей, потому что все проблемы детей, как правило, 99%, это недостаток воспитания родителей. Само название центра реабилитации социально-психологической говорит о том, что каждый ребенок, который к нам прибывает, он в первую очередь, мы его диагносируем, обследуем, не только в психологическом, но и в социальном его среду изучаем. По каждому ребенку у нас создается определенная программа, с которой мы работаем. И в этом плане у нас очень много направлений. Это является частью программы реабилитации наших детей. Мы очень хорошее такое направление, как зоотерапия, это общение с животными, общение с природой. В принципе, это то, что действительно может помочь детям в психологическом плане, то, что позволит им и социально адаптироваться, и психологическое и физическое здоровье получить.